МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Ну, прежде всего, как бы вам ни было на переговорах, как мне бы ни было сейчас, есть простое правило начать переговоры с максимальной для себя удобной позы и максимального комфорта. Опыт показывает, что такая поза может быть только третьей или четвертой, которую вы примете. То есть есть такой простой тренерский ход в разных группах, независимо от их степени продвинутости, будь то члены совета директоров крупной корпорации или менеджеры, когда вы просите людей сесть в максимально удобную позу для разных частей тела. Делаете небольшую паузу и повторяете свою просьбу опять сесть удобно, но совсем в другую позу, чтобы она включала разные части тела. И после этого вы повторяете этот третий раз, и люди начинают улыбаться, потому что становится очевидно, что наша первая поза хорошо нами выучена, она всегда больше на показ, чем для нашего такого внутреннего употребления. Кроме того, начиная с характера, когда мы начинаем придя на переговоры или вообще в любой коммуникации как-то взаимодействовать, хорошо бы для себя такое бессознательное поле возможных своих движений как-то очертить. Например, вы двигаетесь вперед, вы слегка отталкиваетесь и двигаетесь назад, перемещаетесь вправо или влево, то есть вы занимаете некую позицию и как бы очерчиваете вокруг себя такую, в общем, бессознательную зону своего комфорта и удобства. Такое детское чур-чур «я в своем домике». Как правило, вот наша уверенность в том, как мы дальше двигаемся, она связана во многом с нашими, собственно, физическими проявлениями, с тем, как нам действительно комфортно, потому что при том, что мы можем декларировать предельную комфортность, и эта поза может быть нами выучена, на самом деле внутри нее может находиться много незамечаемых, таких скованных элементов. И поэтому хорошо бы с самого начала для себя определить эту зону возможного будущего комфорта, потому что внутри нас, как существа социального, скрыто много индивидуального и много всякой физиологии, потому что, как понятно, наше развитие как социального существа, там длится, условно говоря, 20 тысяч лет, а мы, как существо биологическое, которое в себя все это содержит, это миллионы лет. Поэтому важно, чтобы было уютно и комфортно не только нашему вот этому социальному существу, который хорошо знает правила ужинки, роли и так далее, а вот тому, что находится внутри нас и часто нами управляет. Вот это начинается, собственно, с того, что мне комфортно, и в случае любой несчитываемой бессознательной реакции я естественным образом как-то двигаюсь. Что касается характера, то вообще хорошо бы, в принципе, не забывать о том, что люди живые, и как бы вы ни были готовы сознательно или содержательно, очень полезно бывает наблюдать за тем, кто находится перед вами. И это не просто социальное считывание, не просто роли, к которым мы привыкли, а это умение смотреть на людей просто так. И если бы вы меня спросили, какой вообще-то такой лучший лайфхак, чтобы переговоры были непосредственные, я бы вам сказал, что по моему опыту вы начинаете другого человека реально видеть и давать ему некое ощущение, что он для вас есть, и вы тоже для него присутствуете. Когда вы на него посмотрите, по крайней мере, раз 20-30 под разными, ну как бы ракурсами, под разными поводами. Не для того, чтобы считать нечто понятное, не для классификации, а просто вот открывая глаза. Так же, как наше тело расслабляется не сразу, наши глаза начинают видеть тоже спустя некоторое время. И вот эта простая история про то, что мы, ведя переговоры или в любой другой коммуникации, управляем вниманием, вниманием своим и чужим. Это, вообще говоря, стоит помнить, потому что фактически наше часто отношение и внимание связано с содержанием, с тем, как мы выглядим, а на самом деле для того, чтобы управлять тонким вниманием своим и чужим, существуют вот эти самые простые приемы или лайфхаки. Что касается, собственно, характера, мы… Направляйте кликер в нас, в нас, нет, в нас, в аудиторию, в аудиторию, кликайте, да, в аудиторию. Так, нам срочно нужна снова Аня. То есть вот это. Ну, я много занимаюсь эмпатией. Моя последняя книжка про эмпатию. И мне кажется, это очень любопытная тема. Ну, это, знаете, как в известной истории, когда одного человека, который был ученым, изучал червя, спросили, как он может всю жизнь заниматься червем. И он на это ответил, что, ну, жизнь такая короткая, червь такой длинный. Поэтому эмпатия – это наша способность считывать информацию как бы изнутри человека. Пойти туда, не знаю куда, сделать то, не знаю что, и просто другого человека почувствовать. Для этого у нас существует возможность внутренняя, с установкой, влезая в шкуру другого, как он шевелить плечами, как он дышать, как он слегка двигаться, не обезьянничая, но просто стараясь реально человека почувствовать. Довольно важно в качестве лайфхака переключиться с такой нашей визуальной активности вот на это ощущение чувства другого. Вообще вот это понимание, что другой – другой. по поводу того, что, как в наших переговорах участвует тело. Вообще-то есть невольная установка, которую мы реализуем, когда люди друг для друга функции, а есть некое присутствие вот в том, как мы общаемся, некой живой нитки. Вообще, если нам не интересно, партнер это всегда почувствует. Как бы мы ни играли, как бы мы ни нарисовали себя, все равно вот это непосредственное ощущение интереса – это то, что биологически включает нашего оппонента, нашего партнера. Хорошо бы так или иначе об этом помнить и шевелиться, использовать свое тело, и вообще говоря, помнить о том, где чаще всего скрываются наши зажимы. Они скрываются в наших плечах, и хорошо, чтобы у нас были расправленные плечи, и мы не просто как метафору, но представляли себе, какая мы такая парящая птица, и наши плечи бы там дышали, были подвижны, они скрываются в наших бедрах. Ну, наверняка вам сегодня, когда вы будете говорить о стрессе, подробнее расскажут о том, как, собственно, функционирует наше тело, и как время от времени на него обращать внимание. Вообще, простая история про переговоры заключается в том, что чем меньше внимания мы обращаем на содержание, тем лучше, потому что люди воспринимают, прежде всего, нас, как мы к ним относимся, как мы их чувствуем. Вот это подспудное содержание, оно гораздо интереснее, чем, собственно, то, что мы декларируем. Про полку цензуры у нас есть, вот, собственно, поэтому отчасти называется вот эта история про переговоры наизнанку, у меня выходит книжка под названием «Лидер наизнанку», то есть про те пружины, те особенности характера, которые мы мало осознаем, но которые во многом двигают нами. Вообще, вот суть моего выступления можно свести к тому, что наше сознание занимает очень маленькую роль и очень маленькую долю в том, как мы общаемся. Поэтому, чем лучше мы осознаем, чем больше мы деталей принимаем в качестве таких точек осознавания, тем мы больше расширяем нашу зону общения и тем мы успешнее. И полка цензуры – это то, что в нас записано, то, что когда-то оказало у нас своего рода влияние. Ну, Бисмарку признаджит такое высказывание, что ни у одного диктатора нет столько власти, как у учителя младших классов. И так или иначе, каждый из нас в детстве всегда находился во власти тех, у кого власти было больше. Это могли быть самые неожиданные персонажи. Там вот нянечки в детском саду до воспитателя школы. И дети очень хорошо считывают происходящее. Поэтому, так или иначе, у нас во взрослом виде есть некоторые свои предрасположенности, предощущения того, а как же, собственно, кто на нас реагирует. Ну, условно говоря, можно считать, что с нами постоянно директор школы, которого мы сами все содержим, в качестве нашей цензуры, и зауч школы. Директор – это главная фигура власти, а зауч следит вообще за тем, что мы ведем. И часто наша повышенная скованность и вот такое вот ощущение, что не все так естественно, оно связано с общением вот с этими внутренними фигурами. Для того, чтобы вам в переговорах было хорошо, важно, чтобы вам было интересно, чтобы вы себя развлекали. И в этом всегда хороша такая плюс-роль для себя. То есть вы можете быть журналистом, который собирает информацию, или автором комиксов, который думает, на какую собачку похож ваш оппонент, или вообще, какую роль он бы играл в том или ином мультфильме. То есть ваше воображение всегда присутствует и всегда есть вместе с вами. И его нужно загружать. Если вы не загружаете свое воображение, то оно тогда, наоборот, как бы руководит вами. Очень простая история про то, что или вы руководите своими мелкими привычками, или они руководят вами. Это тоже про то, насколько мы принимаем то, что вот наизнанке у нас, в каждом характере есть свои особенности. Если мы вернемся к вопросу считывания, то очень важно почувствовать, как ведет себя наш оппонент, каков объем его слушания. То есть в среднем внимание удерживается человеком 8 секунд. И если или вы, или другой крутит какие-то пластинки, что-то повторяет, начинает так или иначе более-менее избито влиять на, пытаться влиять на происходящее, то часто мы теряем внимание, а не предметаем его. Поэтому очень важно, собственно, в переговорах не содержание, не что, а как. Как мы двигаемся. Поэтому вот этот слайд, он про то, что важно, чтобы вы на переговорах были не в роли только содержательного человека, а в роли модератора. То есть как вы управляете процессом переговоров. Как этот процесс идет? Какие знаки препинания вы расставляете? Что там при этом происходит? Вот ваша роль наблюдателя и модератора, они помогают реально вести хорошие переговоры лучше, чем содержательная часть. Ну, тревога есть всегда. И вопрос о том, как нам с этим быть. Это же касается и вопроса о том, какая тревога для вас оптимальна. Это лучше про себя знать. Потому что когда тревога маленькая, мы засыпаем или вынуждены себя пробуждать. Когда тревога слишком большая, мы хаотичны, как бы мы ни вели себя внешне, но нас все время куда-то сносят. И для себя очень хорошо знать оптимальный уровень тревоги и путем простых всем сейчас известных психотехник как-то себя к этому возвращать. Переговоры. Одна из важных вещей – это не обмен монологами. Потому что частая ошибка – это то, что мы произносим некую информацию или привлекаем внимание, потом делаем паузу и ждем того же от партнера. Очень существенно различить для себя обмен монологами или реальный диалог. Как мы отвечаем интонационно, с помощью какой-то рифмы, невербально и так далее, на то, как с нами общается другой человек. Если мы не учитываем вот собственно этого параметра про то, что хорошие переговоры – это вообще всегда именно диалог, гораздо более короткий, чем обмен монологами, то мы довольно ощутимо теряем. Визуализация – это мощная вещь. Это частично связано с нашим воображением и вниманием. Иногда просто полезно перед переговорами буквально представить картинку. Со стороны посмотреть на себя, как будто вы оператор, на то, как вы будете на этих переговорах. Некоторым помогает, чтобы снять у себя чувство возможной тревоги или неуспешности. Представите себе картинку, как переговоры прошли очень успешно и как вы выходите из них с чувством такого собственного достоинства, легкой надутости. А иногда представьте, что наоборот вы выходите понурой, не совсем удачно и так далее. Такого рода визуализации хорошо тренируют наше воображение. Это аналог того, как мы расслабляем наше тело и даем предварительно вот некоторый спектр дополнительных возможностей. Ну, я уже сказал, что если партнер вам интересен, а он это считывает от того, что вы на него просто часто смотрите и в такт этому есть какая-то ваша нервальная жизнь, то это создает некое ощущение подспудное, бессознательное. Я там, ей интересно. Значит, он, скорее, будет интересен и мне. Поэтому, так или иначе, в нас встроен вот это биологическое свойство отличать стандартность от чего-то более интересного и более сиюминутного. И вот сиюминутное, так сказать, такое вот обнюхивание своего рода и непосредственно живое взаимодействие, оно всегда дает свой эффект. Ну, вот здесь критерии хорошего переговорщика. Разумеется, это количество может быть расширено, вам нравится вести эти переговоры, потому что, если вам не нравится, нужно с собой что-то сделать. То есть наша внутренняя самомотивация это очень интересный инструмент. Вы знаете, как получить максимум из вашей позиции, вы хорошо понимаете контрагента, то есть вы его чувствуете. И вы хорошо можете предугадать свою реакцию и посмотреть на то, какая она. Ну и, пожалуй, последнее, я надеюсь, что я смогу на какие-то вопросы ответить, это вообще говоря про то, что очень важны в переговорах чувства. Чувства ни в коем случае не должны подавляться, потому что, так или иначе, агрессия и вообще любые чувства, которые вы имеете право, там гнев, раздражение, апатия, это энергия. Подавляя свои чувства и фильтруя их в сторону, так называемого, позитива, мы теряем энергию. Как только вы теряете в энергии, вы начинаете влиться к тому, чтобы перегорать. И это категорически противопоказано, потому что главное сходство на успешных переговорах, это, собственно, быть живым и постоянно оживлять, невербально оживлять своего напарника, своего партнера. Ну, вот, собственно, это все. Спасибо, буду рад. Да, Леонид, спасибо большое. У нас есть возможность буквально один вопрос на сцене, и после этого мы скажем, что, Леонид, еще какое-то время мы очень надеемся, задержитесь у нас, и можно будет в зале пообщаться. Спасибо вам большое за очень интересные техники. Такой вопрос, даже просьба дать совет. Если переговоры изначально должны быть негативные, партнер идет с вами разорвать контракт, партнер идет на скандал, ну, негативные переговоры, как изначально идти на них, с каким настроением, с какими техниками, и как все-таки вывести их на позитив? Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, важное собственное свойство не считать, что вы хозяин мира, и не играть в повышенную всемогущество. То есть вы должны понимать, что на этих переговорах сданы некоторые карты, как в игре, и вы можете путем этих карт получить лучший результат. Но вы не можете пересдать карты или их переиграть. Поэтому не требуйте от себя слишком много. В вашем вопросе есть некий нерв про то, а что делать, если это заведомо негативно? Ну, это логично, потому что хочется каких-то конкретных техник. Вот то, что вы сказали, вроде бы понятно, но а инструмент какой? Второе. В вашем вопросе содержится то, что партнер сильнее, у него больше власти. Возьмите листочек бумаги и нарисуйте карикатуру, где вы больше, а он меньше. В конце концов, засуньте руку в сумку и испорчите ему, прошу прощения, дулю. То есть так или иначе отреагируете вот это свое как бы чувство внутреннего страха, скованности и ожидания неудач. То есть как только вы в виртуальном пространстве начинаете двигаться, а не замирать, вы уже близки к победе. Ну и, наконец, третье. Будьте искренне и откровенны. Подсказка, когда вы искренне, может быть, самая неожиданная, и вы ну вполне найдете неких... Вы имеете в виду под искренностью спонтанность некую, потому что говорить все, что у тебя внутри на переговорах, наверное, не очень. Вы не скажете всего, что у вас внутри, потому что ваша цензура достаточно ценна. У автора вопроса по крайней мере. И в четвертых, не бойтесь, не переигрывайте в хорошую девочку. То есть есть такая российская особенность быть хорошей девочкой и до последнего улыбаться там вин-вин. И что подобного? Вы имеете право на агрессию, на то, чтобы быть сильной, и у вас прекрасно есть опыт, чтобы это отфильтровать. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое, Леонид. Спасибо.